Добрый день! В очередном выпуске новостей от Приан любопытный рейтинг для желающих трудиться удаленно, вероятность падения цен в Турции и перспективное направление Ближнего Востока. Вниманию руководителей бизнеса, владельцев желающих трудиться удаленно. Британское агентство Savills назвало идеальные для вас места, если вам надоело находиться в домашнем офисе. Список, надо признать, получился весьма и весьма неожиданный. Судите сами. На пятом месте в нем Лиссабон. Ну ладно. Четвертое у Абу-Даби. Третье место у Майами. Второе, тоже странно, у испанской Малаги. Ну а на вершине, завоевавшей за последний год немало первых мест в официальных, а еще больше в личных рейтингах иммигрантских предпочтений Дубай. Впрочем, выиграл крупнейший город Эмиратов скорее по совокупности достоинств. Из пяти параметров, по которым оценивались города, место в тройке Дубай занял лишь по качеству связи, скорости интернета. Мы ведь говорим об удаленной работе. А еще по качеству авиасообщения. Ну тут действительно спорить не приходится. Местный аэропорт один из крупнейших в мире, да и альтернатив у Дубая, например, для россиян не так уж и много. А вот в категории климат мегаполисы Эмиратов предсказуемо оказались в аутсайдерах. Победили здесь города стран Карибского бассейна. В разделе качества жизни лидер оказался и вовсе неожиданный почему-то хорватский Дубровник. Наконец, расставляя города по ценам на аренду премиального жилья, эксперты Севиллс опять-таки выделили Малагу, Дубровник, а еще Барбадос. В турецких СМИ появились громкие, можно даже сказать, сенсационные заголовки о грядущем снижении цен на 25 и подумать только даже на 40 процентов. Поводом для них стало известие о вероятной распродаже государственных или казначейских земель, открытых для массовой застройки. Собственно, о возможном даже неизбежном удешевлении турецкой недвижимости говорят много, говорят часто. Мол, все рухнет, потому что уж очень сильно эта недвижимость в последнее время дорожала. Действительно, за год к августу в лирах плюс 110 процентов, в долларах евро получается почти плюс 50. И вроде как нехватка земель приводится как аргумент, почему цены растут. И теперь, после выхода подобной новости, получается, что аргумент этот несостоятелен и земли свободные вот-вот появятся. Но, конечно, не все так просто. Цель разработки программы по продаже государственных земель – это попытка не только снизить цены путем увеличения предложений, но и, конечно, это цель пополнения госбюджета. Конечно, в первую очередь озвучивается, что если увеличить количество предложений недвижимость, то цены упадут. С другой стороны, мы спросили мнение застройщиков по этому поводу. Все ответили, что на стоимость недвижимости в популярных регионах это не повлияет, так как, к сожалению, сильно выросла себестоимость строительства, стройматериалы, ресурсы, оплата труда. В программе звучит фраза «Ярес и бизден, половина от нас за насчет». Имеется в виду, что землю будут продавать дешевле в два раза, то есть государство предлагает тебе дешевле участок, а ты, пожалуйста, понись цену на недвижимость. Но, опять же, ранее я, например, присутствовала на таких сделках – это аукционы. И в итоге застройщики лакомые куски выкупали за очень солидные деньги. Также нет гарантии, что даже если застройщик купит дешево, очень дешево участок, что он опустит цены, а не примет политику не снижения цены, а увеличения прибыли. Итак, земли, о которых идет речь, отойдут хотя бы по результатам торгов застройщикам, которые ведут проекты по программе «Половина за наш счет». Есть еще и специальные программы в пострадавших от землетрясений районах. Там строят проекты типового бюджетного жилья. Но и те, и другие для иностранцев недоступны, причем даже для тех, кто претендует на гражданство. Ведь там учитывается и стаж предыдущей работы, и размер зарплат. Впрочем, если уж говорить откровенно, приезжим большинству так уж точно и не слишком интересны такие бюджетные возможности. Тем более, что рост цен и в популярных локациях, уже вызвавший падение спроса со стороны иностранцев, заставляет девелоперов что-то допридумывать. Стоимость на квартиры не снижается, но застройщики предлагают покупателям очень интересные и выгодные условия, которых, например, ранее не было на рынке. Например, есть проекты с рассрочкой на 4 года, есть проекты с гарантированным доходом от аренды от 8,5% годовых в валюте и выше. В некоторых проектах застройщики предлагают беспроцентную рассрочку с фиксированным курсом рубля. Также есть проекты с 20% первоначальным взносом на готовое жилье и возможностью проживания и оплаты рассрочки. Таких условий раньше не было, поэтому сейчас можно выбрать интересный вариант от застройщика. Особенно это интересно тем инвесторам, которые не хотят сразу вкладывать определенную сумму и которым вопрос рассрочки актуален, учитывая, что ипотечное кредитование для иностранцев пока недоступно. Ну и плюс ко всему есть интересные готовые пакеты под гражданство. И у некоторых застройщиков есть акции, когда затраты на ТАПУ, на свидетельство о собственности и затраты на адвоката, включены в стоимость недвижимости в сделке под гражданство. В заключении этой темы замечу, прогноз по инфляции в Турции на конец этого года 58%. На следующий скромнее, но все равно более 30. Это мнение местного центра банка. Конечно, и лира, видимо, будет продолжать снижение, но такая динамика вряд ли успокоит цены на жилье, как бы нам того не хотелось. Несколько слов по итогам вебинара «Приан» с экспертом «Интермарк Реал Эстейт» Екатериной Орловой. Говорили на неделе об Омане и его недвижимости. Новое направление и территориальное, находящееся рядом с Эмиратами и становящееся конкурентом ОАЭ в борьбе за инвесторов. Я бы, кстати, не стал добавлять слово «состоятельных», просто потому, что вход на рынок Омана не так уж и велик, от 150 тысяч долларов. Речь идет о типичной курортной недвижимости в специальных интегрированных зонах. Только там, в Омане, могут покупать иностранцы. Такие зоны – это не просто комплексы, а огромные многокилометровые территории. Власти страны активно, очень активно развивают туризм, хотят довести его вклад в ВВП до 10%. А сезон здесь круглогодичный и климат, помягче скажем, дубайского. Состояние экономики в Омане неплохое, инфляция за последние 12 месяцев меньше 1%. Ставка по депозитам, которые дают в оманских реалах, а они привязаны к доллару, сейчас в три раза выше, чем ставка в долларах. Открыть счет в Омане сейчас можно, как только начинаешь оплачивать недвижимость, то есть не дожидаясь всей выплаты. А вот чтобы открыть счета в долларах, в евро, в фунтах требуется ВНЖ. А его можно получить при покупке любого жилья, но вот только оплатить его придется уже полностью. Цифры доходности в Султанате не поражают воображение. При краткосрочной аренде они, конечно, могут достигать и 10%, но правильнее ориентироваться на 4-7. Получается, Оман в моменте – это возможность диверсификации. Оман в среднесрочной перспективе имеет все шансы стать и туристическим лидером, и местом стабильного накопления капитала. Отчет о прошедшем вебинаре вы найдете в описании к этому видео. А я в заключение хочу пригласить вас через неделю, 6 и 7 октября, это пятница, суббота, в московский экспоцентр, что на Красной Пресне. Там состоится выставка Эмпайрс, в рамках которой Приан проведет круглые столы. И, кстати, про Оман тоже будем говорить. Подробное расписание и ссылку на пригласительный билет тоже можно найти в комментариях к этому выпуску новостей. Начнем, прощаюсь, на неделю. Если вам понравились наши новости, ставьте лайки и подписывайтесь на обновления. Всем мира и безопасности!